Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В начале XX века там было две революции в физике, вторая – от создания теории относительности, но я думаю, квантовая революция была более радикальной. Хотя обе, конечно, важны, кто что-то будет спорить. Значит, началось это подготовительное развитие, которое привело к квантовой теории, с равновесного теплового излучения. Ну, значит, электромагнитное излучение вообще может находиться в термодинамическом равновесии с веществом, скажем, в какой-нибудь полости, может находиться в равновесии со стенками этой полости. Но классическая физика его объяснить совершенно не в состоянии, потому что у него должна быть какая-то плотность энергии, которая зависит от температуры. Но из Т и С просто, в принципе, невозможно по размерности построить величину с размерностью плотности энергии. То есть классическая физика просто сразу отказывает, не может дать никакой формулы для этой плотности энергии. Если нас интересует спектральная плотность энергии на интервал d-омега, то у нас появилась третья размерная величина – омега. И вот теперь-то по размерности можно написать формулу для этого спектрального распределения. Она единственная. Она ведет себя вот так вот. От частоты зависит квадратично. Что означает, что полная плотность энергии – это интеграл по омега от нуля до бесконечности, естественно, бесконечно. Что, в общем-то, не имеет никакого смысла. Это было названо, правда, несколько позже, ультрафиолетовой катастрофой. И, в общем, в популярных книжках обычно пишут, что вот Планк пытался решить ультрафиолетовую катастрофу и вот поэтому придумал свое распределение. На самом деле, исторически это немножко не так. Слово «ультрафиолетовая катастрофа» придумал Эринфест заметно позже, чем распределение Планка. И Планк не знал вот этой вот формулы. Вообще удивительно, но вот это распределение релея джинса, ну, тут надо еще константу безразмерную какую-то добавить, будет точная классическая формула, которую вывел релея, кстати, ошибившись в 8 раз, потом его поправил джинс. Ну вот, так вот, она была Планку неизвестна. Это несколько странно, но, тем не менее, исторически дело обстояло именно так. Значит, вообще изучение теплового излучения началось давно, это не вот начало XX века, а заметно раньше. И первый существенный закон в этой области был установлен, ну, вот Киркоффом, состоит в том, что излучающая способность любого, ну, там, поверхности какого-нибудь вещества делить на коэффициент поглощения этого вещества не зависит от этого вещества. Если бы зависело, можно было бы построить вечный двигатель второго рода, то есть термодинамика нам это запрещает. Более того, и более... Ну, вот эта излучающая способность, это что? Это сколько энергии излучается в единицу времени с единицы поверхности этого вещества? А это просто коэффициент поглощения от нуля до единички. То же самое верно для дифференциальных характеристик при данной частоте омега. Поэтому было введено Киркоффом же такое понятие абсолютно твердого тела, абсолютно черного, прошу прощения, тела. Это такое тело, которое поглощает все падающее на него излучение. Коэффициент поглощения равен единице. И тогда вот эта вот излучающая способность этого абсолютно черного тела будет некой функцией температуры. Ну, а такая, которая от омега зависит, будет функцией двух переменных – температуры и омега. Значит, дальше следующий шаг был закон Штефана Больцмана. Штефан его установил чисто эмпирически на каком-то объеме экспериментальных данных, довольно скверных, с большими ошибками. Плюс к тому, они отнюдь не относились к абсолютно черному телу. Они относились в основном к платине, которое с натяжкой можно считать абсолютно черным телом. Но, тем не менее, из имеющихся данных Штефан заключил, что плотность энергии, ну или вот эта излучающая способность, они пропорциональны друг другу, Е и У просто связаны простой формулой, пропорциональны Т в четвертой. А вот Больцман получил эту формулу теоретически, позже, когда этот закон уже эмпирически был установлен, исключительно из термодинамики и чуть-чуть электродинамики. Там не надо даже много из Максвелловской теории, ну, как там давление света связано с плотностью энергии, вот этого достаточно. И, вообще говоря, многие считали, что вот этот вывод из термодинамики и электродинамики закона Штефана Больцмана – это один из красивейших выводов теоретической физики. Казалось бы, из ничего, из каких-то совершенно общих соображений, без всяких конкретных деталей, получается вполне конкретный, проверяемый и согласующийся с опытом результат, что излучение абсолютно черного тела пропорционально температуре именно в четвертой степени. На самом деле можно сделать и лучше, можно посмотреть более детальную характеристику, спектральную плотность излучения, теми же методами, которые использовал Больцман, тоже с некоторыми небольшими добавками сведений из Максвелловской электродинамики, и тогда получается закон смещения Вина, который говорит, что одну неизвестную нам, но универсальную функцию двух переменных, омега и t, можно свести к по-прежнему неизвестной функции, но всего лишь одной переменной, омега, делённая на t. То есть это можно записать так или так, это как угодно, как вам больше нравится. Проинтегрировав это равенство, скажем, вот эту вторую форму, это равенство по омега от нуля до бесконечности, мы немедленно опять получим закон Штефана Больцмана. Следующий шаг сделал Макс Планк. Макс Планк, можно сказать, потомственный профессор. Его отец и его дед были профессорами германских университетов, профессорами юриспруденции, насколько я помню. Родился он в Киле, но потом переехала вся семья в Мюнхен, где он учился в Максимилиановской гимназии в Мюнхене. Кстати, в той же Максимилиановской гимназии, какими-то десятилетиями позже, будет учиться Вернер Хайзенберг, основной создатель квантовой механики. Так что это очень такая знаменитая гимназия. Потом учился в Мюнхенском университете, где физику преподавал ему профессор Джоли. Физика тогда означала экспериментальную физику, других профессоров и курсов, в общем-то, не было. Когда Планк сказал профессору Джоли, что он собирается заниматься теоретической физикой, профессор Джоли ответил, что молодой человек, зачем вы хотите испортить себе жизнь? Теоретическая физика практически закончена. Но остались в уголках какие-то мелкие задачи, которые можно решать. Но в основном все здание построено. К счастью, Планк не послушался добрых советов и занялся теоретической физикой. А, да, была еще одна в этом смысле, так сказать, опасность того, что Планк не займется излучением абсолютно черного тела. Еще прямо перед поступлением в университет он всерьез рассматривал возможность карьеры пианиста-исполнителя. Он очень увлекался музыкой, даже написал какую-то музыку, был, так сказать, композитором, но решил, что это вроде бы не его, так сказать, область, а вот исполнителем-виртуозом он был. И поэтому всерьез думал заняться ему музыкой или физикой. Но вот выбрал физику. Вообще, между прочим, это очень характерно для вот этого вот поколения германских физиков, которые, собственно, создали квантовую теорию. Там Эйнштейн играл на скрипке, кто-то играл... А, Хайзенберг играл тоже на пианино, как и Планк. В общем, все были вполне такими музыкантами вполне высокого уровня. Значит, по характеру своему Планк вообще стремился заниматься чем-то таким, что ли, максимально фундаментальным и универсальным. Самые фундаментальные законы природы его интересовали. И поэтому он, что неудивительно, стал специалистом по термодинамике. Трудно придумать что-нибудь более универсальное. Он дал там какие-то улучшенные формулировки второго начала термодинамики, много там чего-то сделал. И поэтому, в общем-то, вполне естественно, что его заинтересовала проблема равновесного теплового излучения. Потому что все его характеристики, по установленным ранее законам, ни от чего не зависят. Они универсальны. Они не зависят от того, из чего сделаны стенки этой полости. Ни от чего не зависят. Это некое фундаментальное свойство природы. Вот поэтому Планком, естественно, весьма заинтересовался. Да, ну там, после работы этим самым одним профессором в Киле, он перебрался, пригласили его в Берлинский университет на роль приемника Киргофа, который как раз вышел на пенсию. И одновременно стал работать по совместительству в имперском физико-техническом институте. Что очень важно. Он тогда был недавно создан, где-то в конце XIX века. Это был технический институт. И основная его цель была разработка и совершенствование методов измерения. Вообще говоря, методов измерения, ну так, всего. То есть очень широко формулировалась задача. Как можно точнее, как можно лучше. В частности, там был большой отдел, который занимался фотометрией. В то время это было очень актуально, потому что как раз начиналось искусственное освещение улиц. И надо было уметь хорошо измерять яркость лампочек, освещенность улицы, там вот все вот эти фотометрические вещи. Но этот же отдел по совместительству с такой вот чисто прикладной тематикой занимался фундаментальными экспериментальными исследованиями. Ну вот, в частности, тепловым излучением, излучением накаленных тел. Это тоже было важно. Лампочка накаливания, это же излучение твердого тела, нагретого до большой температуры. Вот всякие спектральные свойства и так далее. Все это они изучали. Там была довольно большая группа, ну не то, что большая, но несколько человек, которые совершенствовали эти методы. И в частности, для открытия планка очень важно, что там были люди, которые совершенствовали методы детектирования инфракрасного излучения. Все дальше и дальше в далекую инфракрасную область продвигались, и все с большей и большей точностью его мерили. Ну и вот, значит, какое резюме. Какие есть формулы для спектральной плотности равновесного электромагнитного излучения? Есть формула Релея-Джунса, которая представляет собой вот такую параболу, и которая есть единственное, что, в принципе, можно получить из классической физики. Ничего другого из нее хоть об стенку убейся, получить невозможно. Ничего, кроме вот этой параболы. Ясно, что это никуда не годится. Есть распределение вина. Вин его как-то пытался обосновывать. Честно говоря, все его обоснования есть полная ерунда. Никаких обоснований у него не было. Надо некое вот такое экспоненциально убывающее при больших омега распределение, которое дает конечную плотность, удовлетворяет закону смещения вина, что неудивительно, если посмотреть на его автора. И сейчас мы знаем его смысл. Распределение вина получится, если мы будем рассматривать это равновесное электромагнитное излучение как газ фотонов, а к фотонам применим классическую статистику Бульсмана. Вот тогда получится в точности вот такое вот распределение вина. Ну, то есть это близкий родственник распределения Максвелла, но только для фотонов. И вот это распределение вина долгое время считалось, что оно хорошо описывает все экспериментальные данные. И так оно и было. Но вот по мере развития экспериментальной техники, в основном в этом имперском физико-техническом институте в Берлине, когда люди продвигались в инфракрасную область, в область меньших омега, обнаружилось, что при маленьких частотах или при больших температурах, то есть существенная переменная – это омега деленная А на Т, согласие исчезает. Данные начинают отклоняться от распределения вина. И тогда вот Планк предложил, ну, грубо говоря, путем интерполяции между вот этим и этим, но это слишком упрощенное представление. Но, тем не менее, Планк неким образом предложил формулу распределения Планка, которая при больших омега переходит в распределение вина, при малых – в релея джинса, промежуточной области, вот оно какое-то другое. И распределение Планка действительно описывало имеющиеся, полученные вот по соседству в соседнем институте экспериментальные данные. Это была осень 1900 года, когда он получил эту формулу. Ну, и, естественно, его стал волновать вопросом, как же его получить. А, ну да, может быть, я еще скажу пару слов, что вот распределение вина – это реально была первая формула в физике, в которую входила постоянная Планка. Естественно, она тогда так не называлась, и буквой H она тоже не называлась, но что-то эквивалентное постоянной Планке в этой формуле уже было. В распределении Планка, естественно, тоже фигурировала постоянная Планка, еще одна размерная постоянная. Именно с ее использованием можно уже получить и там закон Штефана Больсмана, и все что угодно. То есть эти размерные аргументы, которые были в чисто классической теории, они уже отпадают. Ну вот, значит, Планк вообще занимался, как я уже говорил, термодинамикой, и его интересовало там второе начало термодинамики, рост энтропии, и одновременно его интересовали вопросы излучения, в частности, равновесия излучения с веществом. Поэтому он любил рассматривать долго, вот в 90-х годах рассматривал такую модель, когда, ну, все равно какое вещество, по закону Киркова, какая разница, какое вещество ни возьми, равновесие излучение будет выглядеть одинаково. Ну вот он вместо вещества какого-то такого реалистического рассматривал набор гармонических осцилляторов заряженных, которые могут излучать электромагнитные волны, могут поглощать, и вот он написал кинетическое уравнение, а-ля уравнение Больцмана, получил из него рост энтропии этих осцилляторов плюс излучения и так далее. Значит, вот в октябре были получены новые экспериментальные данные в далекой инфракрасной области, которые противоречили формуле Вина, и Планк предложил свое распределение. Не будем вдаваться в технические детали, как, но, в общем-то, это была интерполяция без глубоких идей. И дальше он стал пытаться его откуда-нибудь вывести, и в декабре пришел к такому заключению, что можно получить вот это правильное распределение Планка, если считать, что электромагнитные волны излучаются дискретными порциями по H-омега. Причем тут он был очень осторожен, он вообще был по натуре человек, к тому же, очень консервативный, хотел, чтобы все согласовывалось с классической физикой, он просто вынужден был под давлением фактов от нее как-то отходить, но отходить старался минимально. То есть он не говорил про то, что излучение существует в виде квантов, ничего такого. С его точки зрения, это некая неклассическая черта процесса излучения, не электромагнитных волн самих по себе. С его точки зрения, электромагнитные волны описывают с уравнением Максвелла и все. А вот в процессах излучения как-то он не вполне описывается с уравнением Максвелла, и есть вот эти самые дискретные порции. Следующий шаг сделал, как известно, Альберт Эйнштейн. Ну, пожалуй, биографические его сведения говорить особо подробно не буду, это, я думаю, все знают, книжки читали. Но вот в 1905 году он написал сразу три знаменитых статьи. Одну, в которой он, собственно, открыл специальную теорию относительности. Еще одну с построением теории Бровновского движения, которая была, эта статья служила для подтверждения реальности молекул. В это время еще многие сомневались в этом. И третья из них – это вот она называлась одна эвристическая точка зрения на, ну там, излучение света, в которой он предложил, в которой он сделал следующий шаг, так сказать, после планка. Он предложил, что свет сам по себе, уже после процесса излучения, не есть просто непрерывная максвеловская волна, а он состоит из квантов. Кванты эти имеют энергию h-омега. В частности, самая такая яркая часть этой статьи, там на самом деле каких-то аргументов было довольно много, но самая яркая часть – это теория фотоэффекта, которая, ну вот, все знают эту формулу, в школе проходили, то есть Е0 – это работа выхода электрона из металла, то есть если фотон с энергией h-омега стукнул по металлу, передал эту энергию электрону, потом он вышел из металла в вакуум, на это потратилась энергия Е0, то это будет максимально возможная энергия вылетевшего электрона. Самая яркая черта этой формулы состоит в том, что эта максимальная энергия не зависит от интенсивности света. С точки зрения классической электродинамики – это какой-то нонсенс. Если интенсивность больше, амплитуда волны больше, электрическое поле в ней больше, и оно должно сильнее выдергивать этот самый электрон из металлической поверхности, давать ему большую энергию. Но на самом деле все не так. Она зависит только от частоты, но не от интенсивности. Будет двое больше интенсивности, двое больше электронов вылетит, а энергетический спектр останется тем же самым. Экспериментально подтвердил эту формулу Эйнштейна наиболее подробно Меликен спустя 1905 год, но спустя 11 лет. Причем Меликен абсолютно не верил ни в какие кванты света, ни в какие эти высоконалучные теоретические измышления. Но был вынужден признать, что все его экспериментальные результаты, а он очень подробно изучал фотоэффект, долго, несколько лет, по крайней мере, хорошо согласуются с этой простой формулой, но из наклона этой прямой можно извлечь постоянную планку. Один из способов. Много откуда можно извлечь. Естественно, Эйнштейн вовсе не предлагал отказаться от волновой картины света. Это было бы глупо, потому что есть огромное количество фактов, которые именно объясняются волновой природой света. Поэтому он не мог сформулировать какую-то непротиворечивую теорию. Он просто говорил, что есть и волновые корпускулярные свойства у света. А вот как их можно объединить в что-то непротиворечивое, это, может быть, выяснится потом. Как и выяснилось потом. Он, в частности, тогда, когда-то уже попозже, немножко 1905 года, шутил таким образом, что если свет – это волна, то германскому правительству следует запретить фотоэлементы, а если это частица, то следует запретить дифракционные решетки. Но это было еще то относительно счастливое время, когда Эйнштейн мог шутить насчет германского правительства. Это было до 1933 года, когда к власти пришли нацисты и начались государственные гонения на Эйнштейна. Еще, я не помню точно в каком году, но это явно несколько позже, через несколько лет после первой статьи про кванты света, он описал статью про флуктуации в равновесном излучении. Скажем, если в полости, заполненной равновесным излучением, выделить какой-то объемчик дельта В, то каковы будут флуктуации энергии в этом объеме? И получил он формулу, которая состоит прямо буквально из двух слагаемых. Одно слагаемое такое, как было бы для чисто классических максвеловских волн, а другое такое, какое было бы для газа из каких-то частиц. То есть, действительно, это равновесное излучение ведет себя, как волны и частицы одновременно. Более того, еще в какой-то статье он рассмотрел флуктуации импульса и пришел к выводу, что фотон летит не просто с энергией H-омега, он летит куда-то, он летит направленно, то есть у него есть импульс соответствующий. Нельзя считать, что это сферическая волна, излучилась во все стороны, энергия у нее H-омега, а импульс у нее 0. Не получится. Ладно. Дальше, кроме того, более у классической физики проблемы с теплоемкостями, в частности, с теплоемкостями твердых тел. Есть такой вполне установившийся, тоже его сначала экспериментально установили, потом и теоретически объяснили, закон Дюлонга-Пти, который формулируется очень просто, ну и объясняется очень просто. Вот если мы взяли кристалл из анатомов, то у него есть 3Н колебательных степеней свободы, а по теореме Больсмана равнераспределения на колебательную степень свободы приходится средняя энергия Т, то есть 3НТ энергия. То есть теплоемкость в расчете на один атом равна 3. И действительно, у очень большого числа твердых тел, для которых при комнатной температуре теплоемкости измеряли, это выполнялось очень прилично. Но когда начали проводить эксперименты при более низких температурах, при существенно более низких температурах, обнаружили, что теплоемкости твердых тел уменьшаются при низких температурах, вообще стремятся к нулю, вероятно, при приближении к абсолютному нулю. А у некоторых твердых тел, у алмаза, например, она при комнатной температуре что-то не то в 2, не то в 3 раза меньше, чем полагается по этому классическому закону. Кроме того, была, конечно, проблема с металлами. В металлах из всех опытов и всех представлений следовало, что там есть как минимум электроны проводимости, и их много. Ну, скажем, по штуке, в расчете на атом металла, так примерно, может больше. А спрашивается, где их вклад в теплоемкость? Видна была всё та же тройка, которая из колебаний решётки, а дополнительного вклада ещё в 3 вторых, например, от электронов проводимости не было видно. Ну и вот Эйнштейн всё тот же самый, сделал первый шаг к объяснению теплоемкости кристаллов в 1907 году. Он предложил совсем примитивную модель, что все колебания в кристалле происходят с одной и той же частотой омега-0. Ну, это совсем сильно упрощённая картина, но она, по крайней мере, давала то, что при больших температурах выполняется классический закон теплоемкость равна 3, при температурах, стремящихся к нулю, теплоемкость стремится к нулю. Дебай несколькими годами позже придумал уже заметно более реалистическую модель, где при больших длинах упругих волн этот кристалл заменялся на просто упругую сплошную среду, то есть это, ну, звук. Дальше просто делалось обрезание на этот спектр этих упругих волн, чтобы получить правильное полное число степеней свободы. В результате получилась интерполяционная формула, которая при высоких температурах правильно, при низких температурах правильно, при промежуточных температурах более-менее правильно. По крайней мере, качественно она их плавно связывает, эти две области. На самом деле, Борн и фон Кармен опубликовали детальнейшую теорию колебаний кристаллической решётки, и опубликовали они её что-то не то на один, не то на два дня позже, чем вышла статья Дебая. То есть там была на грани. Вот если вы возьмёте любой современный учебник физики твёрдого тела, то там глава про колебания решётки представляет собой реально просто изложение работ Борна и Кармана. Ничего нового за прошедший век в этой области придумано практически не было. Они рассмотрели всё. Но формулы, которые получались у Борна и Кармана для теплоёмкости, они, несомненно, правильные, несомненно, они лучше, чем интерполяционная формула Дебая, которая, в общем-то, в промежуточной области никакого твёрдого основания не имеет. Но они более сложные. Они зависят от деталей устройства кристаллической решётки данного тела, от того, как там упругие константы взаимодействия разных атомов друг с другом и так далее. Поэтому этими формулами практически никто не пользовался в течение долгого времени. Плюс к тому, компьютеров тогда не было, чтобы посчитать теплоёмкость данного твёрдого тела, даже если все необходимые входные данные были известны из каких-то экспериментальных точек. Значит, это был, так сказать, первый этап. Первый этап, связанный с равновесным электромагнитным излучением. Вторая область, где тоже было решительное противоречие с классической физикой, и которую нужно было как-то объяснять, – это атомы. Но до того, как Резверфорд экспериментально открыл, что атом состоит из маленького и тяжёлого ядра, а электроны где-то болтаются вокруг него на довольно больших расстояниях, до этого ничего научного об атомах сказать было нельзя. Но поскольку это нечто, какой-то полностью неизвестный объект, то можно было сочинять абсолютно всё, что угодно. А вот после открытия Резверфорда, как же атом на самом деле устроен, выяснилось, что с классической физикой это не согласуется никак. Но опять же, начать с того, что атомы имеют какой-то определённый размер. В классической физике от чего этот размер может зависеть? От массы электрона, от заряда электрона. От С, кстати, не может зависеть, потому что атомы электронов в атоме движутся нерелятивистски. То есть тут теория относительности ни при чём. А из М и Е невозможно построить величину с размерностью длины, что означает, что орбиты электронов могут иметь любые радиусы от нуля до бесконечности. И почему не бывает атомов в тысячу раз меньше или в тысячу раз больше? Классическая физика объяснить не в состоянии. Дальше, конечно. Атомы стабильны. Это мы видим, так сказать. Если там по резервфорду электроны вертятся вокруг ядра, они должны излучать и, в конце концов, должны упасть на ядру. Правда, это процесс довольно медленный. Если так правильно оценить число оборотов, которые нужны, чтобы электрон действительно свалился, скажем, в атоме водорода на ядру, получится альфа в минус третий, то есть порядка миллиона оборотов. Или 10 в минус десятые секунды. По сравнению с атомными временами это долго. На самом деле, есть более серьезная неустойчивость. Если в атоме есть хотя бы два электрона, вот как в гелии, например, то ничего не мешает одному электрону свалиться поближе к ядру, передать эту энергию второму электрону, так что второй электрон улетит на бесконечность. Это не требует никаких процессов излучения, которые есть, релятивистские поправки. Это кулоновское взаимодействие. То есть это происходит за порядка один оборот. То есть за 10 в минус 16 секунды. То есть дольше, чем 10 в минус 16 секунды, никакие атомы по классической физике существовать не могут. Дальше. Известно из самых разных соображений, что все атомы одного элемента, точнее говоря, одного изотопа одинаковы. А в классической физике ничего не мешает им быть разными. Может, в одном радиус орбиты электрона такой, а в другом немножко другой. Никаких причин им быть одинаковыми нет. Дальше. Почему мы не проваливаемся сквозь пол? Потому что в то место, где сидит один атом, уже невозможно засунуть второй атом. А почему? Если они выглядят как солнечная система. Вот если прямо на нашу солнечную систему прилетит другая звезда с планетами, она спокойно пройдет внутри нашей солнечной системы. Ничего хорошего из этого не получится. Потому что вполне может, например, Земля улететь куда-нибудь от этих звезд на бесконечность или свалиться куда-нибудь, наоборот, слишком близко к какой-нибудь звезде. То есть орбиты изменятся сильно. Но ничего не делают вот эти солнечные системы взаимно непроницаемыми. Атомы, тем не менее, взаимно непроницаемы. И правильный ответ состоит в том, что мы не проваливаемся сквозь пол благодаря Пауле. Благодаря принципу запрета Пауле, как раз электронные оболочки атомов, при попытке их стиснуть слишком близко, этому сопротивляются. Ну и, конечно, весь XIX век активно развивалась спектроскопия. Накоплены были к тому времени, к началу XX века, огромные толстые атома таблиц длин волн спектральных линий. Откуда вообще берутся какие-то дискретные спектральные линии? Классическая теория, вот такая вот, основанная на модели Резерфорда, объяснить, конечно, не могла. Ну вот, значит, что касается спектров атомов. Первая, ну не первая исторически, но очень важная спектральная формула – это формула Бальмера для спектра водорода. Бальмер – это был такой школьный учитель в Швейцарии, и, в общем-то, судя по всему, он был маленько психом. То есть он увлекался такой псевдонаукой, которая называется нумерология. Это нумерологи – это такие ненормальные, которые очень любят там умножать и делить друг на друга какие-нибудь размеры египетских пирамид, или еще что-нибудь такое, получать из этого числа пи, или еще, там, я не знаю, в общем, получать какие-то совершенно произвольные численные следствия из каких-то произвольных численных данных, которые они где-то выкопали. И вот Бальмер однажды пожаловался, да, Бальмер хвалился, что если ему дадут несколько первых членов любого ряда, он предскажет следующее за этим членом. Ну, какой-то его знакомый физик говорит, а вот, говорит, есть четыре длины волны в спектральных линии атома водорода. Что будет дальше? Бальмер подумал и действительно, в общем-то, оказался вполне на уровне своих, так сказать, притязаний. Действительно, получил формулу, которая выглядит вот так вот. То есть, N равная 3, 4 и 5, 3, по-моему, линии соответствовали известным линиям вот из таблицы, которую ему подсунул этот друг физик. Следующие линии уже находились где-то в ближней ультрафиолетовой области. То есть, Бальмер вполне логично предположил, что они тоже должны существовать. Их очень быстренько экспериментально обнаружили. То есть, тут предсказание было вполне успешным. Риттберг получил огромное количество всяких спектральных формул, приближенных, впрочем. А самый такой, ну что ли, фундаментальный, хотя и менее конкретный закон спектроскопии – это комбинационный принцип Ритца, который состоит в том, что частоты спектральных линий нумеруются двумя какими-то числами. Их можно записать в виде разности двух каких-то величин, которые называются спектральные термы, которые каждая зависит от одного из этих чисел. В классической физике понять вот такую странную формулу абсолютно невозможно. Просто нет никаких причин, чего бы эта частота была равна разности чего-то. Частота – это частота каких-нибудь колебаний того, чего излучает. Вовсе не разность в классике. Ну вот, значит, как все знают, первую успешную такую новую, что ли, модель атома водорода, которую объяснила эти и многие другие вещи, предложил Нильс Бор. Значит, Нильс Бор родился и учился в Копенгагене, защитил диссертацию в Копенгагенском университете и получил грант на поездку за границу, чтобы там на людей посмотреть и себя показать. И больше всего он хотел повзаимодействовать с Джи-Джи Томпсоном, с открывателем электрона. И поехал он в Комендарскую лабораторию в Кембридж к Томпсону. Привез с собой свою диссертацию, которую подсунул Томпсон. У Томпсона я даже не удосужился открыть и почитать. Она была переведена на английский, так что тут все в порядке. И как-то у них дело не склеилось, так сказать. По некоторым сведениям, возможно, из-за недостаточного знакомства с английским языком и этикетом, Бор, открывший какую-то статью Томпсона, ткнул в какую-то строчку и сказал, профессор Томпсон, вот здесь вы написали глупость. Томпсону, возможно, это не понравилось. В общем, в итоге Бор решил поехать куда-нибудь в другое место и поехал в Манчестер к Резерфорту. И вот это было исключительно удачным решением. Резерфорд как раз в это время, это было в скорости после его экспериментальных работ, в которых он открыл, как же, собственно, устроен атом. И он очень интересовался всеми этими вещами. У него была большая активная группа молодых физиков вокруг него, которые занимались вот так или иначе атомной физикой. И там, вот находясь в Манчестере, в Манчестерском университете, Бор начал создавать какие-то первые такие наметки своей будущей теории атома водорода. Но тогда он еще ничего не знал про спектральную формула, про формулу Бальмера в частности. Как-то, когда он вернулся в Копенгаген, спектроскопист Хансен, с которым они просто так где-то случайно в коридоре поговорили, говорит, а как, мол, ваша теория описывает спектральную формулу? Бор говорит, какие спектральные формулы? Я ничего не знаю, не про какие спектральные формулы. Но Хансен ему показал какую-то толстую книжку по спектроскопии, открытую на нужной странице. Там была формула Бальмера с предыдущего слайда. И Бор говорит, что как только он увидел формулу Бальмера, для него все стало окончательно ясно. Он написал предварительную версию статьи по квантовой теории атома водорода и послал ее своему учителю Резерфорду. Причем Бор писал, скажем так, длинно, длинными фразами и очень тщательно стремился передать малейшие нюансы своей мысли. Поэтому статьи у него были всегда такие очень длинные. Кроме того, он их всегда переделывал как минимум раз по 10. Резерфорт после того, как получил по почте рукопись Бора, посмотрел, говорит, что тут что-то интересное. И послал ему ответ. Мол, интересная статья, я ее пошлю в печать, в английский журнал. Мне кажется, она слишком длинная. Я надеюсь, вы не будете возражать, если я по своему усмотрению ее тут сокращу так раза в два. А в это время во встречном направлении из Копенгагена в Манчестер Борт послал второй вариант своей статьи, существенно расширенной. Тогда после такого конфуза ему ничего другого не оставалось делать, как ехать лично к Резерфорду. Они там долго и упорно спорили, боролись буквально за каждую фразу. И в большинстве случаев Борт таки победил. Только какие-то очевидные повторения Резерфорду удалось сократить, весьма небольшое их количество. А все остальное осталось в статье Бора, которая основана вот на вот этих вот двух всем известных положениях, что существует стационарное состояние атома, в которых излучение не происходит. Почему, неизвестно. Это противоречит, естественно, Максвеловской электродинамике. Но, тем не менее, существует. А во-вторых, атом излучает при переходе из одного состояния в другое. И H-омега, вот того излучения, которое он, собственно, излучает, это и есть разность энергии начального и конечного уровня. Очень важным для Бора был принцип соответствия, что когда вот эти n номера уровней большие, то там скачочки эти маленькие, и там должна выполняться классическая Максвеловская теория излучения. То есть по классической теории Максвела, естественно, излучается свет с частотой, равной частоте орбитального вращения электрона вокруг ядра. Ну и, возможно, высшие гармоники. То есть это должна быть классическая частота, умноженная на целое число. По квантовой теории, если n велико, а дельта n много меньше n, то эту разность энергии можно заменить на производную. И получается то же самое. Действительно, квантовая картина превращается в классическую картину излучения основной частоты и ее гармоник. И причем эта основная частота классического обращения электрона вокруг ядра связана вот с этой самой производной. Вот это вот принцип соответствия Бор. Это был первый пример. Дальше Бор будет очень много разных следствий получать из принципа соответствия. Ну вот, да, Бор рассматривал только круговые орбиты. Вот здесь вот написана всем известная формула. А здесь вот нарисован этот самый спектр, который выглядит как единица на n квадрат. То есть при n стремящемся к бесконечности все эти уровни сходятся вот сюда, к нулю. Ну, Резерфорд ему задал вопрос. Между прочим, Резерфорд зарел в корень, как всегда. Он говорит, а как электрон, начав вот с какого-то возбужденного уровня, решает, где ему остановиться. То ли ему сразу перейти в основное состояние, то ли ему остановиться здесь, то ли еще где-то. Это как раз один из первых примеров нарушения классической причинности в квантовой теории. На это Бор ему ответил, что это аналогично бренчинг-рейшу, которое Резерфорд хорошо знал из ядерной физики. Резерфорд занимался радиоактивными распадами, радиоактивными семействами. Некоторые изотопы обладали таким свойством, что они могли испытывать или альфа-распад, или бета-распад с какими-то вероятностями. Естественно, невозможно предсказать. То есть, данное конкретное ядро испустит альфа-частицу или испустит электрон. И, соответственно, во что оно превратится. Но к этому Резерфорд за много лет уже привык. А насчет излучения атомов, как-то Бор его не убедил. А зря. Ну вот, значит, какие были последствия из вот этой теории Бора атома водорода? Ну, понятно, для частоты получилась вот такая же формула, но только теперь для вот этой постоянной Реттберга получилось конкретное выражение через М, Е и H. Раньше его не было. Раньше это было эмпирическое число, получаемое из спектроскопических данных. Формула эта неплохо соответствовала эксперименту, но H была, в общем, известна с не очень высокой точностью, да и Е, пожалуй, тоже. То есть, имеющаяся точность, она совсем на свете согласовывалась, но очень точно проверить ее было невозможно. Ну вот, значит, есть спектральная серия. Лаймана, которая в ультрафиолете лежит, Бальмера, которую, собственно, вот Бальмер и открыл. Там четыре в видимой области, а дальше в ближнем ультрафиолете. Пашина в инфракрасной области. Все это хорошо и замечательно описывается формулами Бора. Но были еще какие-то спектральные серии, очень странные и удивительные, в которых либо начальная, либо конечная N была полуцелым. Эти линии, кстати, по-моему, серию Пикеринга впервые наблюдали в спектре Солнца. И это вроде ни в какие ворота ни не лезло. Но Бор это все очень замечательно объяснил. Он сказал, что это спектральная линия, излучаемая не водородом, а однократно ионизованным гелием. Для гелия вместо Е квадрат надо писать 2Е квадрат, сила взаимодействия электрона с ядром. То есть R будет в 4 раза больше. Это то же самое, только N и N' надо считать, что они в 2 раза больше. Тогда эта четверка благополучно сократится. Тогда спектроскописты сказали, что на самом деле есть маленькие отклонения от этой формулы. Вот для этих серий Пикеринга и Фаулера не совсем идеально вот такая формула с учетверенным R соответствует их результатам, которые, в общем, были очень точные. Бор сказал, что это следовало ожидать, потому что надо использовать не массу электрона, а приведенную массу. Но она в водороде Евгелии слегка разная. И вот с учетом вот этой поправочки, порядка одной тысячной, получилось идеальное соответствие. Это был, в общем-то, большой триумф теории Бора. Следующее подтверждение теории Бора – это был опыт Франка Герца. Это 2014 год. Значит, Франка Герц что сделали? Вот у них был… Ну, это геометрия у них была какая-то другая, более сложная, упрощенную схему только нарисовал. Здесь пара ртути. Здесь излучаются электроны. Вот на эту сетку подается напряжение, чтобы их ускорить. Это напряжение можно регулировать, до какой энергии ускорить электроны. Потом они летят вот здесь, в области, без электрического поля. Здесь ставится вторая сетка. И здесь мы эти электроны, наоборот, тормозим. И в конце концов они попадают сюда. И вот ток, проходящий через всю эту цепь, в зависимости от напряжения, имеет вот такие вот скачки. Ну, они, конечно, реально в эксперименте несколько размыты. Я их тут идеализировано нарисовал. Но эти скачки при некотором напряжении, при таком же удвоенном напряжении, потом при таком же утроенном, по-моему, наблюдалось, насколько я помню. И объяснялось это так, что атомы ртути, они находятся здесь в основном состоянии. Чтобы атомы ртути возбудить в первое возбужденное состояние, нужна какая-то конечная энергия. То есть, пока энергия электрона меньше какой-то, они не могут возбудить атомы ртути, они просто на нем упруго рассеиваются, сохраняя свою энергию. Как только энергия стала достаточной, чтобы перебросить атомы ртути в первое нижнее самое возбужденное состояние, часть рассеяний стала неупругой, а часть электронов потеряла свою энергию. И за счет вот этого тормозящего электрического поля здесь не добрались, до сюда ток уменьшился. Но вот это уменьшение связано с тем, что атом может испытать два неупругих толкновения, электрон с атомом ртути, например. Эйнштейн уже после создания теории Бора выступил тоже с замечательной идеей. Это 16-й год уже. Идея вынужденного излучения. То есть, вот если есть два, скажем, уровня какого-нибудь атома, неважно какого, то сколько в поле излучения этот атом будет поглощать, то есть переходить из нижнего уровня на верхний, естественно, пропорционально спектральной плотности этого излучения вот при этой частоте омега, соответствующей этому переходу. А вот сколько энергия этот атом будет в единицу времени излучать, состоит из двух слагаемых. Из спонтанного излучения, которому совершенно плевать на то, сколько вокруг таких фотонов уже имеется, и вынужденного излучения, которое пропорционально числу этих имеющихся фотонов. Из этих формул для поглощения спонтанного и вынужденного излучения Эйнштейн благополучно еще раз, в очередной раз вывел распределение планка. Это был принципиально другой вывод, совсем не как у планка. Ну, а, кстати, из вынужденного излучения, естественно, потом родились лазеры, так что вот эта вот штука, которую я тут машу, обусловлена вот этим вторым слагаемым в этой формуле. Много позже появилось еще одно, ну, заметно, несколькими, пяти годами позже, еще одно мощное подтвердение вот этой квантовой гипотезы Эйнштейна. Это окомптоновское рассеяние. Ну, это все знают, я не буду повторять. Вот, значит, вообще, так, я боюсь, что мне надо быстрее двигаться. Я, наверное, буду немножко пропускать технические детали, как в второй квантовой теории выглядел эсцеллятор, но это все все знают. Еще одним участником всех этих событий был Пауле Ренфест. Ну, про него я тоже, пожалуй, пропущу, а тут времени не хватит. А вот Зоммерфельда я пропустить уже никак не могу. То есть, следующий шаг после Бора сделал Зоммерфельд, который родился и учился в Кёнигсберге, по нынешнему выражаясь, в Калининграде, и был по образованию, в общем, больше математиком, чем физиком, где-то на грани. То есть, он, в общем, его специальностью была, скажем так, математическая физика. Потом, после каких-то скитаний по другим местам, он осел в качестве профессора Мюнхенского университета и там основал мощную школу. Список его учеников, в общем-то, очень впечатляет. То есть, воспитал кучу нобелевских лауреатов. И вот он, а, ну да, он очень любил, ну так скажем, математический аппарат, в частности, теорию функций комплексного переменного. И студенты, аспиранты между собой говорили, что защитить диссертацию под руководством Зоммерфеля легко. Пару раз в диссертации проинтегрируйте чего-нибудь в комплексной плоскости, и положительная оценка вам гарантирована. Ну вот, значит, Зоммерфельд рассмотрел атом водорода с учетом уже всех имеющихся у него электрона трех степеней свободы, а не только одной, как у Бора. То есть, теперь орбиты могут быть не только кругами, но и эллиптическими. Тогда, в те времена, было принято считать, что L, орбитальное квантовое число, не может быть равным нулю. То есть, L равно нулю, когда момент импульса равен нулю. Это означает, что орбита проходит прямо через начало координат, то есть, через ядро. Тогда считалось, что это быть не может, потому что не может быть никогда. Ядро мешает. И поэтому L нумеровались, начиная с единицы. А энергия, как оказалось, зависит не от Nr и L по отдельности, а только от их суммы, которая называлась N, главное, квантовое число, и для давалось той же формулой, что у Нельса Бора. Такое вот вырождение специфическое для Кулановского случая. Но, естественно, в современной квантовой механике эта формула выглядит не так. В ней есть еще плюс один, а L начинаются с нуля. Но результат получается в итоге тот же самый. Зоммерфельд посчитал даже тонкую структуру атома водорода, учел первую, даже не первую, точно посчитал, по единице на С посчитал, с учетом теории относительности, получил формулу для энергии. И, в общем-то, на некое удивление, формула Зоммерфельда «Тонкая структура атома водорода» идеально согласовывалась с имеющимися спектроскопическими данными. На самом деле это совпадение случайное. На самом деле Зоммерфельд не учитывал и не мог учесть вполне важных вещей, таких как спин электрона, который тогда не был известен, ну и таких, как правильная квантовая механика, которая тоже не была известна, но вот так случайно эти неучтенные им куски вступили в заговор, что формула согласовывалась с экспериментом. Дальше. Эффект Штарка в водороде посчитали в вот этой старой квантовой теории Бора Зоммерфельда Эпштейн и Швардшильд. А, ну да, эффект Штарка именно в атоме водорода. Наблюдал Штарк в 2013 году. И он обнаружил, что расщепление спектральных линий пропорционально Е в первой степени. Ну и получил там какие-то результаты прополяризации этих компонентов спектральной линии и так далее. Эпштейн долго мучился. В конце концов получил формулу для вот этого штарковского расщепления в водороде. И, ну, как потом оказалось, вполне правильно. В тот же самый день Зоммерфельд получил письмо от Швардшильда, который тоже занимался этой проблемой. И в нем в этой формуле была некая небольшая ошибка. Не очень серьезная. То есть примерно все у Швардшильда было правильно. Но ответ был буквально неверный. Тогда Эпштейн сказал Зоммерфельду, что он уверен в своем вычислении. Зоммерфельд послал ответ. Швардшильд нашел, где же он в своем вычислении ошибся. Исправил. И в опубликованной формуле у Швардшильда уже все было правильно. Так что Эпштейн потом говорил, что у него приоритет в выводе правильной формули на несколько дней. Ну вот пара любопытных историй про участников этих событий. Значит, Швардшильд, в общем-то, известен как астроном и астрофизик. Он, скажем, еще в школе собирал все карманные деньги, полученные от родителей, на то, чтобы покупать линзы и строить телескоп. В конце концов, он его построил. Еще будучи школьником, опубликовал две статьи в научном каком-то астрономическом журнале. Потом он там был в разных местах, там директором обсерватории и так далее, и так далее. В 2014 году, ну, в 2014 год все помнят, ушел добровольцем на фронт. Он по возрасту уже не подлежал мобилизации. Он уже был уважаемым профессором пожилым. Тем не менее, он ушел добровольцем, попал, в конце концов, на Восточный и Русский фронт. Там заболел какой-то болезнью, которая в то время была неизлечимой. И попал в фронтовой госпиталь, который находился где-то на территории России. И все свои самые знаменитые статьи он написал вот этот последний год жизни в этом фронтовом госпитале. Это две статьи по общей теории относительности. Внешнее и внутреннее решение Шварцшильда. Первое точное решение о уравнении гравитационного поля Эйнштейна, где появилась формула для шварцшильдовского радиуса, радиуса черной дыры. И эффект Штарка в водороде. Но в том же 16-м году он умер. Второй участник этих событий, он, так сказать, с другой стороны линии фронта. Эпштейн родился в Варшаве, в то время чести Российской империи. В гимназии учился в Минске, потом закончил Московский университет. Потом уехал в Мюнхен в аспирантуру к Зоммерфельду. Стал учеником Зоммерфельда. В 14-м году его, конечно же, интернировали как рождебного иностранца, подданного державу, с которой Германия находилась в состоянии войны. Но по ходатайству Зоммерфельда режим для него был установлен довольно мягкий, то есть он не сидел там в каком-то лагере, он просто мог жить дома и раз в сколько-то дней ходить в комендатуру, отмечаться, что он никуда не сбежал. Ну ладно. Значит, кроме эффекта Штарка, есть эффект Диэмона. В некоторых случаях эффект Диэмона вполне успешно можно объяснить и в классической физике. Ну, правда, объяснить весьма, так сказать, с натяжкой, но, тем не менее, Лоренц так и сделал. Когда Зейман обнаружил, что некоторые узкие спектральные линии расщепляются на три плета и послал эти наблюдения Лоренцу, Лоренц это блестяще объяснил. На самом деле это объяснение потом обобщил Лармор, что если какую-то систему зарядов, которые там движутся как-то под действием взаимных кулоновских сил друг с другом, неважно, как они именно движутся, поместить во внешнее магнитное поле, и если это поле не и безумно сильное в линейном приближении, то единственный эффект состоит в том, что вся эта система начнет вращаться как целая. Но из-за этого вращения как целого возникает вот это самое расщепление на три линии. Когда колебания вдоль оси вращения частота не сдвигается, а когда в плоскости XY, так сказать, она сдвигается на плюс или минус вот эту Лоренц-Моровскую частоту. Но тут есть историческая случайность. Зейман в эксперименте действительно наблюдал какое-то уширение желтой линии натрия, но не сумел ее разрешить. Если бы он ее сумел разрешить, вся история пошла бы иначе, потому что эта линия расщепляется на дублеты, а не треплет. А разрешить он сумел действительно только какие-то линии, там парочки каких-то других элементов, не помню каких, которые действительно имели вот нормальный эффект Зеймана с триплетами. На самом деле подавляющее большинство спектральных линий расщепляются по-другому. Это называется аномальный Зейман-эффект. Для этого там спектроскописты и одним из главных в этой деятельности был Ланде, провели огромную работу, перелопатили исключительное количество эмпирического материала, и Ланде получил правильную формулу, действительно правильную, которую потом правильно вывели из квантовой механики. Но он ее угадал для аномального Зеймана-эффекта. Так, следующее важное событие – это принцип Паули. Ну вот про Паули здесь что-то немножко написано. То есть Паули, скажем, еще в гимназии считался вундеркиндом, потом он поступил в Мюнхенский университет и стал учеником Зоммерфельда, и в исключительно молодом возрасте, ему еще 20 лет не было, он был уже настолько знающим человеком, что Зоммерфельд ему поручил написать обзор по общей теории относительности, что он и сделал. И обзор этот до сих пор, в общем-то, пользуется вполне успехом. Очень подробный и хороший обзор. На какой-то конференции он, например, сказал после доклада Эйнштейна, Паули встал и сказал, то, что нам тут сейчас рассказал господин Эйнштейн не так уж и глупо. Ну, потом он там слушал лекции Нельса Бора и так далее, и так далее. Ну вот, значит, когда он был в Копенгагене и размышлял, что бы мог означать аномальный Зейман эффект, его кто-то встретил на улице и спросил, почему у него такой несчастный вид, он ответил, как же может быть выглядеть счастливым человек, если он размышляет об аномальном эффекте Зеймана. Тогда же он в письме кому-то жаловался, что физика слишком трудна для меня и что он хотел бы быть комиком в кино, лишь бы больше никогда не слышать о физике. Но все знают, что кроме принципа Паули есть такая вещь, как эффект Паули. Происхождение этого такое, что Паули, в общем-то, был чистым стопроцентным теоретиком, никогда ничем практически не занимался. Но он любил заходить к экспериментаторам, к своим знакомым в лабораторию, там крутил в руках какой-нибудь прибор, в результате чего он, как правило, ломался. Тогда у экспериментаторов в их среде пошел такой слух, что стоит только Паули войти в лабораторию или подойти к ней близко, там обязательно что-нибудь сломается. Ну и самый яркий пример этого эффекта Паули это то, что в лаборатории Франка в Гетингене однажды произошел сильный взрыв, разрушивший какую-то большую установку, и было точно выяснено, что этот взрыв произошел как раз тогда, когда поезд, в котором ехал Паули, на несколько минут остановился на вокзале в Гетингене. Ну вот, у Паули был исключительно и дар критиковать других. Ну а на самом деле вполне много нетривиальных результатов получил, но критический дар его, пожалуй, был еще сильнее, чем творческий, скажем так. Про большинство статей он говорил, что это или неверно, или тривиально. Об одной статье, причем по некоторым сведениям, это была статья Ландао и Пауэрлса, ни много ни мало. Но статья была написана довольно неясно. Он с тоскливым выражением сказал, что это даже не неверно. Ну, в общем, его называли бичбожий, и там всякими прочими такими словами. Ну и вот как он пришел к своему принципу запрета. Нильсбор уже знал, что на n-ой оболочке атома помещается максимум 2n2 электронов. Ну, это, собственно говоря, видно из первого уже взгляда на периодическую систему элементов. Стойнер в 1924 году опубликовал такое высказывание, что при данном n, при данном главном квантовом числе, число уровней электронов в щелочном металле, в магнитном поле, то есть максимально расщепленное на все компоненты аномальные Зеймановские, равно число электронов в замкнутой оболочке инертного газа, который следует за этим щелочным металлом через период в таблице Менделеева. В каком-то смысле это высказывание это уже, по крайней мере, половина принципа Паули. Ну, принцип Паули, тем не менее, в общем-то его сформулировал чуть-чуть и более общим образом. Я сказал, что два электрона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии, в состоянии, когда все их, все четыре известных тогда квантовых числа совпадают. Значит, это относится вот к статистике, ну, к тем частицам, которые удовлетворяют принципу Паули. Бывают другие частицы, которые не удовлетворяют принципу Паули, описываются другой статистикой. Первую статью на эту тему он написал индус, единственный, насколько я знаю, индус, который действительно внес существенный вклад в развитие квантовой теории, Бозе. Значит, Бозе учился, потом работал в Калькутском университете, потом перешел в университет Тхака, который ныне в Бангладеш находится, ну, тогда это всё в Индии было. И он, в общем-то, был чуть не единственным человеком, который активно следил за новейшими событиями в физике и читал лекции, где просвещал своих студентов. И, в частности, он собирался рассказать на одной лекции, что вот если применить статистику Больцмана к газу из фотонов, то получится распределение вина. Это я уже говорил. Ну, вот, Бозе как раз это и хотел продемонстрировать. Но, когда он готовился к этой лекции, он сделал ошибку в решении комбинаторной задачи, неправильно посчитал там что-то, где-то как-то, и получил вместо распределения вина, неправильного, получил правильное распределение планка. Тогда он решил, что это неспроста, что вот именно так и надо считать число состояний, как он думал, ошибся. Написал на эту тему статью и послал ее в какой-то английский журнал, где ее рецензент тут же с порога отверг, сказал, что распределение Павля уже выводили, распределение планка, в смысле, уже выводили кучу народу самыми разными способами, еще один, плюс первый, вот, распределение планка, нам тут совершенно не нужен. Тогда он послал эту же статью Эйнштейну лично. Эйнштейну, на Эйнштейна она произвела очень большое впечатление. Он ее перевел сам на немецкий язык, с английского, послал в немецкий журнал, в Цейшрифт, в основной немецкий журнал, где ее благополучно опубликовали. А сам же Эйнштейн обобщил эти статистические рассуждения Боза на случай обычных газов, атомных, не газ, фотонов. Боза рассматривал только газ световых квантов, никакого другого. Он рассмотрел обычный газ по статистике Боза, поэтому она называется статистика Боза-Эйнштейна. Обнаружил большую аналогию, обнаружил, что в флуктуации энергии в газе, опять же, содержат два слагаемых, корпускулярное и волновое, и предсказал, что при достаточно на нескольких температурах возникает конденсат. Вот тут, на самом деле, подавляющее большинство людей, по крайней мере, тут у нас, в наших краях, говорят совершенно неправильные вещи. Говорят Боза-Конденсат и Боза-Конденсация. У Боза никакой конденсации не было. Он рассматривал только фотоны, которые не сохраняются и конденсироваться не могут. Конденсацию придумал Эйнштейн, а не Боза. В английской литературе, кстати, всё-таки, по крайней мере, немножко более аккуратно говорят, всегда пишут БЕЦ, Боза-Эйнштейн-Конденсат. А называть его Боза-Конденсатом, это просто неверно. А что он у нас правил? Какие? А, нет, так в том-то и дело, что вот этот его вывод был не классический. Он-то думал, что он применяет статистику Больцмана, он применял не статистику Больцмана, а статистику Боза, квантовую уже. То есть, эта его ошибка привела к рождению квантовой статистики Боза-Эйнштейна. Ну вот. Значит, статистика фирмы Дерака, которая применима для тех частиц, которые подчиняются принципу запрета Паули, ее в первом придумал Йордан. Это был конец 1925 года. Йордан написал статью статистики газа подчиняющегося принципу Паули и отдал ее Борну. Борн был одним из членов редколлегии Цейшритфюрфюзик. Борн сразу после этого уехал в Америку на несколько месяцев и абсолютно все забыл об этой статье. Но когда Борн вернулся и вспомнил, что ему Йордан, его ближайший ученик и сотрудник, дал такую вот интересную статью по новую статистику, то было уже поздно, потому что уже появилась статья о фирме и, по-моему, появилась статья Дерака тоже. Это был 1926 год. Так что, если бы Борн не страдал склерозом и вовремя опубликовал статью Йордана, вполне возможно, что мы бы сегодня говорили не фирмеоны, а йорданоны. Фирме рассмотрел газ частиц, подчиняющихся принципу Паули и, ну, ладно, то есть чем отличаются эти статистики, это все знают, я показывать не буду. Кто такой фирме, тоже все знают. Последний, видимо, физик-универсал одновременно и великий экспериментатор, и великий теоретик. Таких больше не было. Возможно, и не будет. Ну вот. Теперь про спин электрона. На самом деле, первое указание на спин электрона появились в эксперименте Штерна-Герлах, а еще в 22-м году. То есть, в основном-то я сейчас говорю где-то про 25-й год. Появились они гораздо раньше, в 22-м году. В чем состоял эксперимент? Брался клин из сферомагнетика с острием, вот такой вот с остреньким концом, железный клин. Тут вблизи этого клина возникает сильно неоднородное магнитное поле. А вдоль этого клина, вот так вот, пускаем пучок электрически нейтральных частиц, атомов каких-нибудь, конкретно серебра. Тогда, если верна вот эта картинка Зоммерфельда, что проекция спина на магнитное поле может принимать дискретное значение, пространственное оквантование, это тогда называлось, то этот пучок расщепится на несколько, и на фотопластинке мы увидим несколько пятнышек. пятнышек к большому удивлению они обнаружили две, что ни в какие ворота тогда не лезло в 22-м году, потому что должно их быть 2L плюс единица, где L орбитальное квантовое число, оно считалось целым, должно быть их всякое нечетное число. Получилось две. То есть, на самом деле, конечно, все дело в том, что это не орбитальный, а спиновый момент, то, что приводит к расщеплению пучка атомов серебра в этом эксперименте, тогда этого никто не знал. Но уже из этого эксперимента было видно, что магнитный момент, который соответствует этому расщеплению, это один магнитон Бора. Идею спина предложил впервые Акроник. Тоже об этом, в общем, мало кто знает. Предложил и не опубликовал по целому ряду причин. Значит, Акроник, американец, приехал в Тюбинген, который тогда был такой меккой спектроскопистов. Там были Ланды и другие крупные спецы по этой части. И в скорости после этого Павли прислал письмо к Ланды. Павли вообще, значит, тщительную часть своих результатов рассылал в виде писем, больших, длинных и подробных. То есть это, ну, по теперешнему понятию, скажем так, припринты, которые только существовали в одном или там в двух-трех экземплярах, где он как раз излагал все свои идеи, которые привели его к принципу Павли, к набору квантовых чисел и так далее. Акроник, ознакомившись с этим письмом, предложил интерпретацию вот этой самой неклассической двузначности электрона, которую придумал Павли. Сказал, что у электрона есть спин, то есть момент импульса. Момент импульса равен одной второй в единицах h. А магнитный момент равен одному магнитону Бора. То есть гиромагнитное отношение, магнитный момент делить на момент импульса, равно двум. Не такое, как у орбитального движения, в два раза больше. Тогда из вот этой гипотезы получали, здесь очень хорошо и естественно всякие качественные черты тонкой структуры щелочных металлов. В общем, довольно много что эта гипотеза могла объяснить. Но, впрочем, она портила тонкую структуру атома водорода. То есть я уже говорил, что случайно формула Зоммерфельда ее объясняла правильно. Надо было умудриться это совпадение не испортить. А если есть у нас электрон с магнитным моментом, который движется в атоме, в атоме есть электрическое поле кулоновское, то электрон в своей системе отсчета увидит не только электрическое поле, но еще и магнитное. Магнитное будет взаимодействовать с этим магнитным моментом и появится спиноорбитальное взаимодействие. И если, как все тогда делали, вот этим и ограничиться, то это спиноорбитальное взаимодействие было в два раза больше, чем надо, И оно портило согласие формулы Зоммерфельда с данными по тонкой структуре водорода. Но каких-то причин поделить расщепление пополам никто придумать тогда и не мог. Кроме того, было целая куча других возражений против этой гипотезы Спина. Но Паули тогда же был там проездом, Ланде и Кроник его встретили на вокзале и рассказали об этой идее. Паули отнесся очень скептически. Он сказал, что это очень остроумная выдумка. И вообще он не верит в классические модели квантовой теории. Другие крупные специалисты, такие как Хайзенберг, например, тоже выступили против, когда пытались продать эту самую систему Спина. Непонятно, почему там керамогнитное отношение, двойка вместо единицы. Считалось, что электроны есть в ядрах, а куда девался их магнитный момент. Магнитные моменты ядер очень малы, много меньше магнитного набора. В общем, была куча возражений. И Кроник не опубликовал этот результат вообще. Вот тут вот он был неправ. В результате авторами опубликованного варианта идеи Спина и Электрона оказались Уленбека Гаутсмек, двое молодых колландцев. Ну ладно, я не буду про них рассказывать подробно, потому что некогда. Значит, осенью... А, это был январь 1925 года. Осенью того же 1925 года, фактически в точности ту же самую идею Спина и Электрона, эти молодые ребята изложили своему учителю Ренфесту. Ренфест, в отличие от Паули, относился к людям гораздо более доброжелательно. Поэтому он их выслушал и сказал, что это либо очень важное открытие, либо полная чушь. Одно из двух. Поэтому вы давайте быстренько напишите коротенькую заметку, это надо послать в журнал скорее. А кроме того, мы спросим у Гера Лоренса. Герр Лоренц, сколь мог, вот на таком классическом уровне рассмотрел модель вращающегося вокруг связи электрона, получил огромную кучу всяких противоречий. Например, если считать, что радиус равен классическому радиусу электрона, поверхность этого электрона должна вращаться со скоростью 137 раз больше скорости света, чтобы обеспечить правильный магнитный момент. Он написал целую пачку красивым почерком, исписанную такую рукопись про свойства вращающегося электрона. Ну и Уленбек и Гауссмит, прочитав это, совсем впали в уныние, решили, что идея неправильная и публиковать ее не надо. На что им Эринс сказал, я уже давно послал вашу заметку в печать. Вы достаточно молоды, чтобы сделать одну глупость. Ну, то есть много глупостей делать не рекомендуется, а одну, да еще и в молодости, в общем-то, можно. Причем тонкую структуру водорода они не считали вообще. Поэтому про это противоречие с множителем 2 они ничего не знали. Когда Хейсенберг у них спросил, а как вы победили проблему с множителем 2, они сказали, а какая проблема? Мы не знаем ничего не про какую проблему. Ну, эту проблему решил Томас, который был англичанин, и был в это время в Копенгакене в институте Бора. И там он обнаружил чисто кинематический релятивистский эффект, ну, типа Лоренцева сокращения. То есть, причем из-за этого эффекта, если же равно 2, то угловая скорость вот этой прецессии Томаса равна в точности минус половинки угловой скорости Лорморовской прецессии. И если же другое, то это соотношение совсем не такое. Это чисто вот случай, который реализуется для электронов вполне конкретно. И, то есть, суммарная прецессия спина электрона в атоме должна быть в 2 раза меньше, и поэтому с тонкой структурой водорода оказывается все в порядке. И вот тогда Бор, когда Томас ему все это показал, вот тогда-то он окончательно поверил в идею спина. Пауле еще некоторое время сопротивлялся, он долго был врагом понятия спина. Он пишет письмо Оренфесту, говорит, ну вы вот разумный человек, вы проверьте, этот самый Томас, он вообще что-нибудь разумное написал или ерунду какую-то полную? Но Оренфест проверил, подтвердил, сказал, что все правильно, и вот тогда Пауле наконец был вынужден поверить в этот самый спин. Так, ну значит, во сколько мы должны кончить все это мероприятие? 15 минут назад. 15 минут назад. Ну давайте кое-чем здесь, потому что я думаю, что тут какое-то естественное место. Надо вторую провести. Когда продолжение? Не знаю. Потому что у меня еще примерно столько же. Нет, я не хочу. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы хотим знать, что было дальше. Да, да. Гарик еще не добрался. А ну да, давайте мы подумаем, когда можно. Потому что последующие, мы думаем, формально, Саня. Ну, может, договоримся с Эдусилем Леевичем? Еще летом. Или папа договорится. Не знаю. Вот. Может, вам несколько вопросов сегодня? Давайте три вопроса. Ну, в общем, да. Какая просто ста, что... Вот, когда Пауле... Ой, когда... Пауле... Ну, решил, что дискретно излучается энергия, она сам... Там был момент, когда ему Бойцман подсказал, что энтропия должна быть конечной системой осцилляции. Только тогда получилась дискретная энергия. До этого никак не получалось. Вот. Ну, а ты можешь прокомментировать? Ну, прокомментировать я могу. Значит, вообще, Планк, который занимался в основном термодинамикой, к статистике Бойцмана долгое время относился, скажем так, с подозрением. То есть он ее не принимал полностью. Считал, что это некая недоказанная гипотеза, которая, может, конечно, и правильна, но уверенности в этом нет. Но когда он пытался как-то, хоть как-нибудь теоретически вывести свое распределение, которое было очень успешным, но ниоткуда не следовало, ему волей-неволей пришлось обратиться к идеям Бойцмана. Бойцман тогда, он как раз очень подробно написал, целые книжки какие-то издал на эту тему, вот про теорию газов. И там, в частности, была формула для энтропии через логарифм числа состояний. Ну и тогда Планк решил считать энтропию вот по Бойцману, поскольку ничего другого ему не оставалось делать. Посчитал число состояний вот в предположении, что энергетические уровни дискретны. Кстати, он считал с произвольной дискретностью. Вот будем считать, что уровни осциллятора эквидистантны, а расстояние между ними равно дельта Е. При каком-то дельта Е. Посчитал энтропию, получил из этого функцию распределения, и для того, чтобы эта функция распределения согласовывалась с законом смещения Вина, это дельта Е должно быть пропорционально омега. Вот этот коэффициент пропорциональности он назвал H. То есть это был вынужденный шаг. Он был вынужден обратиться к методам Бойцмана, которые до того он не хотел применять. Спасибо. Ну я думаю, надо поблагодарить Андрея и до следующего раза. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok